МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ахульго – вершина знаний. В Лунцикульском районе прошло крупное просветительское мероприятие на злободневные темы. Подробнее расскажем в выпуске. В борьбе за новый титул боец Мухаммад Макаев проведет седьмой бой в UFC. В Махачкале четырехлетний ребенок выпал из окна шестого этажа и умер. Трагедия произошла вчера, 22 июля, во дворе многоквартирного дома по улице Юго-Восточная. Следственный комитет и прокуратура Дагестана организовали проверки. Полицейский автомобиль сбил в Кизелюртовском районе мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пешеход с различными травмами доставлен в больницу. Известно, что за рулем патрульной машины «Шкода-Октавия» находился инспектор полка ДПС. У автомобиля были включены световые и звуковые сигналы. МВД Дагестана сообщили, что все обстоятельства произошедшего выясняются. Двух работников госжилинспекции Дагестана осудили за вымогательство более полутора миллиона рублей. Об этом сообщает Управление ФСБ по республике. Экс-консультанту отдела по надзору за капремонтом Магомеду Магомедову дали шесть лет колонии строгого режима. Начальник же отдела жилищного надзора и лицензионного контроля по центральному округу Янгылыч Муслимов отделался штрафом в 4,5 миллионов рублей. Он признал вину и сотрудничал со следствием. Доказано, что в 2022 году они пригрозили одной из управляющих компаний в Каспийске большим штрафом и лишением лицензии, если ее гендиректор не сдобрит их энной суммой. Руководитель организации согласился, но сообщил о назначенной сделке правоохранителям. И к другим темам. 70 человек из разных уголков России приехали в Дагестан, чтобы испытать свой характер и силу воли. Они приняли участие в фестивале по скалолазанию «Вызов скал Таркитау-2024». Профессионалы и любители должны были покорить 15 маршрутов, которые были подготовлены специально для них. Спортсмены представляли Дагестан, Москву, Самару, Кисловодск, Чувашию, Ростов-на-Дону и даже Сыктывкар. По итогам состязания организаторы определяли победителей и призеров среди мужчин, женщин и детей. Всего было 5 номинаций, и в каждой из них дагестанцы занялись с первого по третье места. Экстремальные состязания для всех желающих организовала мэрия Махачкалы, Федерация скалолазания Дагестана и другие. Ахульго – вершина знаний. Крупное просветительское мероприятие прошло на легендарной горе в Унцукольском районе. Организатором выступил Дагестанский гуманитарный институт при поддержке Муфтеатра Республики и администрации района. На мероприятии собрались более 12 тысяч человек с разных уголков Дагестана. Ученые-богословы затронули актуальные темы общества. Это пагубность зависимости, роль образования в жизни человека и нападки на духовно-правственные ценности. Мы, вдохновляясь теми героями, которые здесь похоронены, упоминая их имена, мы сегодня призываем к знаниям. Поэтому такое название. Мы призываем к тому, чтобы все мы просвещались дальше, чтобы становились лучше, прогрессировали. Мухаммад Расул Гимбатов правильно сказал, я с ним согласен. Уйти с этого маджлиса, просто услышав все это, как интересная история, это будет неправильно. Не то, что наших детей давайте сделаем намерение отдать, чтобы они изучали ислам. Давайте каждый присутствующий сделает намерение. Для наших жен, сестер, детей, дочерей, для любого возраста и занятости Муфтиад подготовил в любом селе, в любом городе, в любом районе все условия просвещаться. Я хочу в первую очередь сказать большое спасибо Муфтиу Дагестана, под чьим руководством все это проводится, такая огромная работа не только в Дагестане, и по всей России, и за пределами России. Это работа, неоценимая работа, которую проводят они. И большое спасибо руководству, коммунитарному институту и всем алимам, которые сегодня сюда пришли. Завершился Маджли Сахульго вершина знаний розыгрышем путевок на Малый Хадж Умрад. В ближайшее время трое счастливчиков отправятся на святые земли. Дагестан приехала двухкратно олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. Титулованная спортсменка прибыла в республику с однодневным визитом. В Махачкале она посетила несколько школ, где ознакомилась с условиями для занятий. Гостью здесь сопровождали министр спорта региона Сажит Сажидов и президент Федерации спортивной гимнастики Гаджимурат Магомедов. Визит Светланы Хоркиной стал большим событием для юных атлетов и их наставников. Она посмотрела за тренировками детей, ответила на множество вопросов и поделилась своими советами. Олимпийская чемпионка высоко оценила перспективы развития этого вида спорта в республике. Детки умненькие, воспитанные, с желанием что-то попробовать, но боятся, потому что чуть-чуть не верят в себя, надо верить себе, тренеру, надо стремиться вперед, трудиться. Все это будет. Конечно, хотелось бы, чтобы у них появился зал, красивый, большой гимнастический зал. И тогда, я думаю, что будет еще больше детей приходить в секцию спортивной гимнастики. Для меня огромное удивление. В то же время большое счастье испытываю от того, что я увидела, что в Дагестане, уж казалось бы, где должна быть в большей степени развиваться борьба, другие виды спорта, и тут раз вдруг выросла спортивная гимнастика. Сердце спортивной гимнастики мужское и женское. Для меня это очень приятно. Спортивная гимнастика в Дагестане развивается около 8 лет. Популярность этой дисциплины только растет. Сегодня в нее вовлечены несколько тысяч детей. Они регулярно ездят на всероссийские соревнования и завоевывают медали. Очень правильные были данные советы как стать человеком, как стать спортсменом, как стать олимпийским чемпионом. Хорошие были вопросы заданы детишками. Поэтому, я думаю, такие встречи, такие мероприятия надо побольше проводить сегодня в плане воспитания нашего подрастающего поколения. Боец Мухаммад Макаев проведет седьмой бой UFC. Поединок с участием уроженца Дагестана состоится в ночь на воскресенье 28 июля в Манчестере. Соперником 23-летнего микс-файтера станет португалец Манель Капе. Победитель боя с большой долей вероятности получит статус претендента на титул чемпиона UFC на легчайшем весе. За плечами Макаева шесть побед в лиге. Он идет на шестой строчке рейтинга. Манель Капе занимает восьмую строчку и идет на серии из четырех побед. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите наши новости также в социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин